На протяжении шести лет в стране действует утилизационный сбор, навозимый за рубежа автомобилей. Все это время распределением собранных средств занималась частная компания. И вот в январе нынешнего года президент Укаев поручил передать функции по взыманию утилизбора государственной организации, а также пересмотреть ставки. Что касается самих сборов, следует пересмотреть их ставки. Функции государства по утилизации, поддержке автомобильной промышленности и сельхозмашиностроения никто не отменял. Нужно конструктивно обсудить данный вопрос с бизнесом и общественностью. Меньше чем за месяц поручение было исполнено. Активы прежнего оператора переданы в собственность государства, а взымание утилизбора приостановлено. За две недели были охвачены все стороны, которые сформулировали предложения от радикальных, полная отмена утилизбора, до неуместных, связанных с повышением ставок. Сейчас рабочая группа проводит расчеты и ищет компромисс, который позволит решить поставленные задачи уже до конца февраля. При этом эксперты отмечают, что важно достичь баланса между доступностью авто и сельхозтехники, а также вопросом развития внутреннего производства и создания рабочих мест для инженеров и технических специальностей. Здесь, безусловно, нужно также предусмотреть, что мы находимся в ЕАЭС. Аналогичные сборы имеются в странах, где производится аналогичная техника. То есть это Беларусь, это Российская Федерация. И нам нужно исходить в том числе из защиты наших инвесторов, которые вложились в нашу экономику, из защиты наших производителей. Вот сейчас ведем расчеты так, чтобы защитить наш рынок первые, но и так, чтобы наши производители техники, автомобильные техники, либо сельхозтехники, чтобы они могли быть конкурентоспособными. Между тем, больше 200 миллиардов тенге, оставшихся на счету частной компании, предложили потратить на реализацию трех новых направлений. Обновить автобусный парк в регионах, направить на модернизацию сельхозтехники и, главное, разработать новые программы льготного автокредитования, что было очень кстати с учетом того, что старыми удалось воспользоваться далеко не всем желающим. «Сегодняшнее предложение по выделению данных средств считаем положительным. Программа пользуется спросом среди населения. Я думаю, что текущая очередь, которая составляет порядка 20 тысяч человек, это только действующая очередь. Желающих на самом деле намного больше. И она будет пользоваться большим спросом». Уже очевидно, что отечественный автопарк на пороге больших перемен. Если новость о пересмотре ставок утилизационного сбора автолюбители восприняли с воодушевлением, то и у агрария вскоре появится возможность обновить сельхозтехнику. Можно сказать, поручения президента выполнены оперативно и конструктивно. Остается лишь не затягивать с утверждением нового размера утилизбора.